До сих пор в Краевой избирком подписи муниципальных депутатов не сдал ни один из пяти муниципальных кандидатов, даже Виктор Толоконский. Хотя в региональном отделении Единой России признались, все подписи за кандидат от власти уже собраны. Чего стоит найти 300 сторонников по деревням и весям края и на чем можно сэкономить при проведении выборов, сегодня выяснял Сергей Сеславин. Мы сидим и ждем, когда в установленные законом сроки кандидат принесет нам документы для регистрации. А для этого кандидатам в губернаторы Красноярского края необходимо собрать 310 подписей депутатов со всего региона. На первые за последние 12 лет губернаторские выборы решились пять кандидатов от различных партий. Сегодня большинство претендентов уверены, рубеж муниципального фильтра удастся преодолеть в срок. На сегодня мы процентов уже 80-90 собрали. Есть на подходе с территории, подводят. Я думаю, что 25-го, если все нормально, мы сдаем документы. Собрано больше половины поселковых. Соответственно, осталось немножко еще поднабрать. И я думаю, что на следующей неделе мы предоставим подписи в срок. В Красноярском отделении «Единой России» ограничились телефонным заверением, что почти все подписи собраны. Кандидатам без бонусов административного ресурса приходится труднее. Понятно было заранее, что будет отдана команда главам районов сельских советов, депутатам, чтобы ни в коем случае ни за кого там другого, кроме на кого партия укажет. Приходит депутат главе сельсовета, он просто закрывает дверь и говорит, я не буду подписывать, не буду заверять подписи, потому что в сельсоветах подписи заверяют главы сельских поселений, а не нотариат, потому что нотариусов уже нет. То есть могут просто закрыть дверь, могут потом сказать, сейчас подойду и просто исчезнуть, потому что пришли как бы с другой партии, да, закрывать подписки. Те, за чьи подписи сейчас бьются пять претендентов на губернаторское кресло, провокационных историй не упоминают. Решая, за кого отдать голос, смотрят не на партийные удостоверения, а на личные качества кандидата. Это должен быть человек, который знает структуру системы власти. Должен быть такой человек, которого будет поддерживать центр, руководитель, организующий работу по подполнению бюджета края. На губернаторских выборах, вопреки ожиданиям, не будет видеонаблюдения, хотя тысячи камер есть на складах. Общественные наблюдатели такие новшества считают сомнительными. Видеонаблюдение позволяет какую-то показать прозрачность выборов. В отсутствии этого видеонаблюдения, ну, как-то будет сложно оценить демократичность, может быть, этой процедуры. По словам главы края сберкома, публичность голосования придется ограничить из-за дефицита бюджета. На выборы и так будет потрачено почти полмиллиарда рублей. Если учесть, что на выборах задействовано порядка 16 800 человек, то только на оплату труда, а это ведь и начисление налоги и так далее, порядка 230 миллионов рублей выходит. До 18.00 30 июля всем кандидатам нужно успеть сдать 310 заверенных депутатских подписей. Кстати, в типовом бланке фамилия парламентария, подписавшегося за кандидатов губернаторы, должна быть напечатана, а не написана от руки, что довольно странно. Так что сколько имен будет в бюллетене для голосования, узнаем уже в августе. Сергей Сеславин, Алексей Марьясов. Красноярское время.